Саня, как дела, то что происходит? А какого хрена ты здесь копаешь? Тебе же вообще по этой дороге идти. Всем, чем я не занимаюсь, все приносит доход, прибыль. Понимаешь? Как-то у меня так скопилось в том году. И четыре проекта одновременно. Бах, и встали на паузу. Я такой, ну все. Не стикцы, все, короче, не мое. Ну, все надо завязать, короче. Вот я в последнее время поймал себя на мысли, что как-то это не то, чтобы особо работало. У каждого предпринимателя есть свой драйвер. Это свой секретный соус, секретный ингредиент, как угодно это можно назвать. Есть подкасты, есть ужас. Нет подкастов, нет ужаса. Если вы думаете, что когда-то этот страх пройдет, ну ни хрена он не пройдет. А там, ну правильно сказал, там энергии, там реактор, если он высвобождается, есть куда его потратить дальше. Ну ни фига, да вообще вот так все решается, по щелчку. И люди такие, ну в принципе я хочу убрать, но не так, чтобы сильно, короче. Сань, давай я уже по-настоящему. Всем привет, дорогие друзья. В этот летний субботний приятный вечер. Вы, как всегда, рады видеть нас, студию подкастов «Снеговик». В кадре, как обычно, я, Александр, за кадром Егор. Сегодня в нашей студии долгожданный гость, основатель мужского клуба предпринимателей «Левелап», владелец торгового дома «Баска» и действующий инвестор, у которого 168 проектов за 4 года. Роман Марченко. Привет, Рома. Привет, Саша. Рад тебя видеть. Взаимно. Наконец-то к тебе вырвался. Да, наконец-то мы дождались. Рома пришел. Я верю в людей. Основная такая история у меня. Я верю в людей. Даже, короче, за 20 лет смотрю, и там по всем признакам, что, короче, вот он точно облажается, короче. Вероятность, что что-то произойдет не так большая. Но я такой, нет, это точно дам ему шанс. И он по-любому исправит. Вот со мной, короче, он, ну, там, трансформируется, изменится и так далее. Поэтому вот тема, короче, сотрудников такая. Флавная моя компетенция. Но это же не просто так родилось, вот это вера в людей, я имею в виду. То есть это, или это у тебя в базе было, или ты как-то в какой-то момент решил вот так, что будешь верить в людей. Ну, это в базе, да, это в базовых ценностях. Ну, вот максимальное доверие, открытость, дружба. То есть это вся, естественно, детская история. И, ну, даже ты, если посмотришь вокруг все мои партнерства, бизнес и клуб, это все выстроено на партнерских, равноценных отношениях. И даже мои сотрудники в проектах, ну, точнее, не сотрудники говорят, а кто-нибудь из аудитора заходит, смотрит на ситуацию, говорит, Роман, у тебя во всех проектах выстроены, пани, братские отношения с сотрудниками. То есть, ну, потому что вот этот вопрос открытости, доверия, максимально включенности. То есть, вот он у меня, ну, я считаю, что в базе. То есть, ничего я там не придумывал, никакие тренинги не проходил. То есть, вот он есть, короче, базовый, и он реализуется во всех проектах, где я касаюсь. Со стороны аудиторов они такие смотрят, думают, а что за фигня, она как так, как это работает? Ну, первое, короче, да, вот первый вопрос, когда кто-то заходит, ну, что-нибудь, задайте, посмотрите на меня со стороны, там, да, как проекты выстроены. Зами первое, ну, за последние три года, наверное, три аудитора, ну, то есть, условно, знаешь, что-то, есть консультанты, типа, там, отдел продаж или бизнес-процессы выстроены, то есть, вот, они заходят, процесс идет, и они наблюдают, как это идет, как процесс выполняется, отношения выстроены. И вот все трое, короче, первое, на что обращают, это как раз на это. Но так выстроены отношения, ну, вот такая фишка, ну, не фишка, не фишка, то есть, моя особенность, наверное, больше. Ну, главное, что это работает. Но я думаю, что это не у всех бы работало, на самом деле. Ну, это работает, потому что ключевой момент, во всех моих проектах нет тысяч сотрудников. Понятно, что там, где уже большое количество, я думаю, что это больше, наверное, больше ста сотрудников, все равно до ста человек, я думаю, что, то есть, вот эти отношения, первое, там, касание выстроить легко. Ну, и в моих всех проектах меньше ста человек работает. А больше ста, это уже 200-300-500 тысяч человек, там по-любому уже какие-то обливаемые, там где масштабы, автоматизация, все это уже другие. Тут же такие градообразующие предприятия, прям 500 тысяч человек. Я перенимаю на свой опыт, вот когда я с сотрудниками начинаю строить какие-то понебратские отношения на предприятии, бывает по-разному. То есть кто-то классно откликается, там у нас тоже есть кто 8 лет работает, там есть и больше. Говоря про ребят с Узбекистана, которые приезжают, они вообще, то есть отец сначала работал, там уже сын, вот в сентябре уже сыновья поедут, тех, кто у нас там работают. Поэтому с ними ок. А вот, например, некоторые люди бывают такие, что реагируют на такие отношения открытые, ну честные просто отношения, тем, что садятся на шею и начинают как-то это пользоваться, воспринимают как слабость, начинают как-то пользоваться. Ты с таким не сталкиваешься, то есть вот тут же такое, для меня вот сразу ощущение, что тут риск как раз вот в это попасть, в то, что люди начнут пользоваться. Я не ощущаю это, ну что начинают пользоваться, потому что все равно есть определенные задачи, которые ставятся, и включенность, и есть контрольные точки, через которые ты проходишь. Ну сейчас пытаюсь вспомнить, короче, но я не помню, что такое начинать пользоваться, там, что-то такие, ну те, кто, может быть, и было такие истории, но они, скорее всего, быстро ушли. Ну нет, я не вспоминаю. Я имею в виду, что меня это как бы проблема, как будто бы там, ну если бы она волновала, я бы тебе сейчас родного смотреть. Ну да, если бы это была боль. Да, сейчас я тебе примеров накидаю, то есть вот сфокусированно, там, концентрированно вспомнить, то есть, ну не могу, не вижу в этом проблемы, ну у меня. Но в целом, конечно, если в масштабах это выстраивать, то я думаю, что да, наверное, могут. Ну, что мы говорить будем про кого-то? Ну да, это про себя. Позиция как раз, ну вот, все чисто смотреть через себя. Фантазировать, как у кого может быть, как бы, сейчас не интересно. Сейчас, мне кажется, и тренд уже ушел, то есть, раньше модно было, там, рассказывать, что-то услышал, пересказывать, сейчас ключевая, ну это, не знаю, может быть, это просто мой триггер, особенность, все смотреть через себя. Как процессы у меня устроены, какая моя обратная, какое мое мнение, как я, ну то есть, реагирую на те или иные ситуации. Ну, все смотреть через себя, это в тему осознанности, да, или как? То есть, например, видишь, что человек, какой-нибудь сотрудник, или, не знаю, кто-то в пространстве ближайшем, как-то проявляется, как тебе не нравится, да, и ты думаешь, а где я так же делаю, да, или как? Ну, и в том числе, через себя, в том числе, то есть, ну я в этой теме уже, вот сегодня как раз работали с методологом, прорабатывали мой новый продукт, скоро его буду представлять, там как раз завязано, вот как раз осознанность, таких вещей, предпринимательское мышление, ответственность, решение, выбор, все эти все моменты, которые, через которые я прохожу каждый день, вижу, ребята проходят, и да, вот, все дело во мне, то есть, я так Ключевая история, смотреть через себя на любые процессы, на бизнес, на деньги, на семью, на отношения, на детей, на партнеров, друзей, путешествий, ну, короче, вот, любая ситуация, которая происходит, я смотрю через себя, типа, что дает она мне, даже если там какая-то некомфортная, или как я ее создал, для чего она мне, ну, то есть, короче, много таких процессов, в которых вот я смотрю через себя, ну, даже наши форумы, то есть, там позиция только своим мнением делится, только своим опытом, даже опытом, даже мнением, как бы там мнением, а ключевая история, то есть, я это проживал, я это проходил, короче, вот, хочу поделиться, возьмешь ли ты это себе на вооружение, или это уже твоя ответственность, твое решение, твой выбор, ну, историю пропустить через себя, если это есть, поделиться, если нет, короче, не знаю, не проходил, фантазировать не хочу, ну, и не буду. Тут сейчас я говорил про качество предпринимателя, что это важно для предпринимателя, я знаю, что ты много анализируешь, поскольку у тебя и, как бы, ты основал и клуб предпринимателей, ты их постоянно видишь, они постоянно у тебя в поле, ты их постоянно, наверное, по-своему, через свой опыт как-то наблюдаешь по-особенному, и интересно, выделил ли ты какое-нибудь самое важное качество предпринимателя, или, ну, может быть, это какая-то формула успеха предпринимателя, что-то такое есть по наблюдениям? История какая? Ключевой момент, вот ты правильно как-то так показал, не знаю, мы осознанно, неосознанно, но я сейчас нахожусь в такой парадигме, что реально мы растем, развиваемся по спирали, и вот что сегодня мы с тобой обсуждаем, это не факт, что там через месяц, год это будет актуально, и каждый из нас, ну, я опять же про себя говорю, да, в определенный момент времени... До следующей субботы будет актуально? Когда выйдет фоткаст? Да нет, ну, в ценностной истории они как бы там, ну, живут долго, ну, просто я к тому, что, например, мнение моё в 20 лет и сейчас, да, оно, конечно, отличается, там были определенные парадигмы, опыт, окружение вокруг и так далее, ну, понятно, что это не каждую неделю всё это меняется, условно, если этот вопрос, вот, ты бы задавал бы, например, там, типа, Роман, короче, только расскажи, там, 20 лет тебе, короче, какая форма успеха? Как ты считаешь, короче, вот я вот там, наверное, смотрел вокруг, как ты бы, наверное, представлял, потом ты через 25 лет, ну, и, короче, я каким-то этим временным промежутком бы спрашивал, я к тому, что вот эта история, она менялась бы, точно меняется, и это нормально, вот, я даже, недавно проходил обучение, как раз историю вот про ценности мы затронули немножко, и ключевая история, что вот ценности тоже меняются, ну, то есть, есть в приоритете, которая выходит, и она тебе сильно это волнует, там, например, там, ценность семьи и брака, там, у девчонок, например, там, не знаю, с 20, там, до, ну, до какого-то, до 30, там, до какого-то образа, это сильно, короче, волнует их, и это через эту ценность все фильтры проходят. Потом, когда появляется муж, когда появляется ребенок, хоп, на первую, там, ценность ребенка, например, выходит. Но опять же, ценность семьи, короче, уже конкретно там про ребенка. Или у нас, у предпринимателей, да, там, первые, там, деньги, первый проект, потом растем, развиваемся, там, например, больший доход, или там город, или уже федеральная сеть, или там выход на страну, или на мир и так далее. То есть я вот, ну, вот про эти развивающие моменты. Поэтому, если мы говорим про сегодня… Да, на момент сейчас. Ты говоришь, много анализируем. Если вот сейчас ты говоришь, Роман, на момент сегодня, что ты там навыявлял. Я это, ну, то есть я выступал-то в Маяковском, по сути сильно, по большому счету, за последние четыре месяца ничего не изменилось. Единственное, я бы еще добавил, это скорость принятия решения. Ну, то есть мучной момент – это мышление. То есть вот, если у тебя масштабное мышление, мышление предпринимателя, то есть это один из критерий. То есть вот, ну, вот оно, мышление предпринимателя, оно отличается. Я не буду там углубляться. Ну, просто оно, не знаю, шире, оно гибче. Оно адаптивней. Потому что предприниматели, мы как раз попадаем каждый день, каждую, не знаю, секунду, минуту, время, короче, постоянно в неопределенность попадаем. И вот Штармит, короче, из этой неопределенности нужно каждый день принимать решения и дальше вести за собой, да. То есть это предпринимательское мышление. Ключевая история – это, естественно, ответственность. Тот, кто берет ответственность, действительно ее берет и за собой, готов к последствиям, к чему это идет. Кстати, вот подписчикам надо сказать, чтобы они сейчас послушали этот список критериев. Пишите в комментариях, что у вас есть, а что хотелось бы еще прокачать. Возможно, Роман возьмет вас на консультацию. Ну да, кстати, вот. И как раз, когда выйдет, наверное, подкаст, как раз и выйдет презентация моего нового продукта. Это как раз там личная встреча с Романом Маршином. О, нифига. Я про вас. Чуть-чуть, наверное, может затронуть чуть-чуть. Так вкратце. То есть вот рабочий продукт будет называться «В чем суть». Как раз личная встреча с Романом, чтобы найти, в чем суть. Ну, а история – это найти главную причину, то, что с тобой происходит. И это вот любая сфера, это не важно, короче. Не важно какая точка входа. Не важно точка входа. Ключевая история – тебя что-то беспокоит, что-то с тобой происходит. И ты, как правило, этим не доволен. Ну, потому что если все классно, радужно, короче, и деньги поступают, проекты реализовываются, у тебя пятеро детей, там, жена. Ну, все классно у тебя. Туда не возникают у тебя запросы. А когда что-то начинает тебя беспокоить или волновать, или, как мы называем, возникает запрос. Например, хочу чего-то больше. Или почему, блин, мой доход не растет. Или почему у меня там в отношениях одна и та же ситуация повторяется. И вот тут как раз я и включаюсь, чтобы выявить эту причину. Ну, и показать, что смотри, короче, как это работает. На уровне, прям, схема. Ну, это, короче, вот это отдельный продукт. Сейчас я его там упакую. В понедельничные встречи презентую. И дальше уже, там, кому будет интересно записаться на личную, там, скажите, встречу. Выявить, что с ним происходит, какая главная причина им управляет. Это уже туда. Кстати, вот это знание, вот, это знание вот этой технологии, оно помогает тебе в твоей повседневной жизни, в предпринимательстве, да? Ну, я бы сказал, что сейчас не то, что мне помогает, как бы, это вообще моя вот суть. Основная. Суть, это моя миссия. Почему? Потому что это обратную связь, как раз мне возвращают мои друзья, окружение, кто со мной соприкасается. И я это не могу не делать, короче. Угу. То есть, вот, на любой встрече, ну, понятно, что когда есть запрос. То есть, просто так, короче, без запроса смысл работы. Ну, вот, в наших форумах, малых группах, поездках, где мы там встречаемся, пьем чай, кофе, куда-то выезжаем, и когда мы с кем-то оказываемся, тет-а-тет, и вот я, как правило, задаю три раза один тот же вопрос. Это секреты? Да почему? Ну, типа, ну, там, вопросы-то любые могут быть, ключевые моменты, там, моя история. То есть, я задаю вот три раза. Ага. Ну, типа, Сань, что происходит? Как правило, пуф, не знаю, нормально. Выключился. Я говорю, ладно, Сань, что, как, как дела-то, что происходит-то? Ты говоришь, да. Классный вопрос. Да нормально все, Роман, что ты, что ты, и тут уже начинаешь уже юлозить. Да, да, да. Что, на углу написано, что-ли уже? Я говорю, ну, нет, нет. И потом еще там через 30 секунд еще, типа, ну, так все-таки. Может, поделишься, что происходит? И тут, как правило, уже начинает, типа, там. С третьего раза захотелось поделиться на самом деле. Да, знаешь, там, вот что-то есть, короче. И вот она пошла история. То есть, если, типа, да нормально все, да нормально все. Да я тебе точно говорю, нормально все. Окей. Не идем, и нет, и нет, короче. Ну, это ощущение, понятно, что я последнее время, 7 лет я вот сегодня смотрел, тренируюсь и практикую вот эти ощущения телесные, как раз видеть и улавливать тонкие моменты, когда человек, что-то происходит. Понятно, что я не там, ну, как-то мои друзья шутят, короче, ты как сканером смотришь и сразу, короче, там, ну, как на теле показываешь. Ну, это… Проверь под животное. Это, да. Это абстракция. Ну, ключевая эта история. Просто я много, короче, большая насмотренность, общение с людьми, с людьми, с людьми. То есть, мне всегда интересовало и до сих пор интересует, что происходит дальше. То есть, вот, когда происходит какое-то событие, ну, там, не знаю, мероприятие, что-то происходит. Ну, видимо, доход не растет, там, или что-то проекте. То есть, это происходит, это понятно. Ну, то есть, с этим нечем разговаривать. Или, там, какая-то, там, история с детства. Ну, это понятно. А вот почему это происходит, и что этим управляет, что стоит за этим. Вот мне всегда это интересно, короче. И вот там, где, как правило, все понятно, но есть тупик, или что-то человек упирается, типа, ну, по кругу хожу, к психологу хожу, там, на тренинг хожу, одно и то же, типа. Я говорю, о, ну-ка, ну, давай. Это уже интересно. Раз зацикленный, ходишь, ходишь, и к тому же приходишь, ну-ка, давай посмотрим, что там. То есть, это уже, как бы, мой интерес. Я вот все, как сказать, ну, короче, мне просто это интересно. Слушай, я вот ходил к разным психологам. Подход примерно плюс-минус один и тот же, но он по технологии разный. Какой-то откликается, там, очень сильно, там, он совсем глубокий, там, и так далее. Какой-то более поверхностный. Ну, тоже все про причины, что, а почему, почему вот так проявляется, почему возникают те или иные, там, вещи, ходишь по кругу или какие-то результаты одни и те же создаешь. Вот я в последнее время поймал себя на мысли, что как-то это не то, чтобы особо работало. Ну, в смысле, провалимся в глубину, да, нашли что-то. Вот, блин, это же, это же, вон, мама, потому что тогда сказала, ах ты, дурак, палец сломал тебе, экзамен по музыкальной школе, по фортепиано, и поэтому там разные последствия. Ну, в тот момент времени вот это было актуально. У меня сейчас взгляд немножко поменялся, я вот подумал, а что мне это вообще дало? Ну, вот я провалился, провалился в глубину, находил кучу этих эпизодов. Проплакать, продышать, отпустить, принять, прожить, все вот эти классные слова. И понял, что похоже, что работает чисто дисциплина. Я решил, что я вот теперь буду жить по-другому, и как-то встраиваю эту историю через дисциплину. Такой, гром за окном такой. Да, и гром за окном. Заговорил про дисциплину. Вот у меня, может, какая-то такая фаза отрицания, на самом деле, что-то я наверняка еще не допонял, или что там, я допускаю легко. Пришел к тому, что в итоге, на мой взгляд, и судя по другим примерам, как вот я со стороны смотрю на других людей, и чувствуется, как будто работает только дисциплина. А вот это все. Я даже схему себе нарисовал. Чтобы себя ловить на этом, я не смогу и повторить. В общем, там суть такая, что вот я как бы иду такой вот к цели своей, вот сюда. А вот здесь вот у меня есть дорожка, и тут большая такая куча, ну, например, говна. Как-то из земли, я не знаю, как-нибудь. Куча того, что это, можно покопать там, в чем покопаться. Ну, к цели-то сюда. Вот я такой иду к цели, а вот здесь вот какой-то ров, там типа, знаешь, там препятствия, камни, ля-ля-ля-ля-ля. И такой, через камень не можешь пройти. Такой, возвращаешься сюда, здесь покопал что-то, а потом понимаешь, а какого хрена ты здесь копаешь? Копаешь, тебе же вообще по вот этой дороге идти. Ну, как будто, у меня сейчас представление, что как-будто эти дороги-то разные. Ну, можно вернуться, покопать, там немножко земли набрать, ров засыпать вот это, и дальше пройти. Ну, чуть-чуть вернулся, покопал, но идти-то все равно туда. Ну да, а что это? Дороги разные. Это все концепция, а что беспокоит тебя в этом всем? Меня беспокоит, что мне нравится там копать, на самом деле. Мне нравится там искать причины и все такое, почему там. там, но мне обидно, что это не работает просто. Вот. У меня. Почему? Например, условно, почему это не работает, точка входа. А может быть, это прекрасно работает, только работает как раз вот, как часики в том, чтоб ты копал. Из-за того, что ты копаешь, короче, ты там получаешь столько всего приколюх для себя, закрываешь столько потребностей, что, короче, вот дисциплинированно там, иди туда, и там ты испытываешь стресс. Ну, это как пример. То есть, короче, вот мне интересно, когда включается вот этот момент, типа, вот есть точка входа или там какая-то проблематика. Вот, типа, ну, условно, куда бы я ни ходил, что бы я там не прорабатывал, я все равно прихожу, не знаю, к чему-то. И там у тебя конкретная ситуация, там мне надо фантазировать. Конкретно, например, я не зарабатываю там своих 5 миллионов, например. Да? И вот это, конечно, конкретная ситуация, не просто там в целом, потому что ты так пошел или так, или копал. Да какая разница? Ну, если ты идешь вокруг и копаешь, ну, дольше идешь, ну и что? Ну, кто-то бегает в стометровке, кто-то бегает в марафоны, кто-то бегает в горы. Это же никого не напрягает. Ну, типа, то есть, что хочешь, то и делаешь. А вот, кого это, например, беспокоит, это уже интересно. Ну, конечно, мы сейчас еще не будем занимать весь эфир, чтобы с тобой, как бы, если захочешь, потом это можно. Ну, это, в принципе, это, ну, это простая история. То есть, вот, если ты говоришь, почему там психологи работают или не работают, ну, это все же по-разному работают. И ключевая история во всей психологической теме, ну, по-хорошему, я мало хожу к психологам. Точнее, не хожу. Я на тренингов, на обучение, ну, хожу много. И там всегда в позиции ученика. Всегда прихожу, все, что я знал, забыл. Вот, любой спикер какого-либо, любого уровня, если я туда пришел, короче, я в позиции ученика, короче, давайте, рассказывайте, какие там практики, что делать. Это, ну, прям, сильно помогает. Поэтому история психологическая, ну, она закрывает. Ты выходишь, ты выговариваешься, и тебе уже становится легче. То есть, по сути, по большому счету, психологам за этим и ходят. Чтобы он принял. Ну, есть уши, есть внимание, которое на тебя смотрят, короче. И еще идет взаимо, ну, там, вопросики. Классные психологи грамотные вопросики задают. Продвигающие. Единственный момент, который меня не устраивает, я по обратной связи слышу у ребят, когда они соприкасаются с психологом, те начинают им советовать. Конкретно, короче, так это забудь и так далее. То есть, например, мой подход, я считаю, что, ну, вот, вообще нельзя в эту историю, ну, играть, ну, то есть, вот, советовать конкретно. Ну, если я пришел к тебе за наставничеством, например, я к тебе пришел, я понимаю, что ты зарабатываешь там много денег, ты масштабный, короче. Я тебе говорю, вот, научи, скажи мне, что делать, буду делать. Это одна история. Вот. Если я прихожу к психологу, короче, то, ну, вот, в моей концепции мира, что есть вопросы наводящие, есть вектора, но процесс идет у тебя. Ну, естественно. И сам вопрос, который ты себе задаешь, ты на него отвечаешь. Вот это самый, на мой взгляд, там, чистый подход. Потому что никто не знает, какой ответ, я не знаю, вот, там, что у тебя за причина, почему так происходит. Только ты сам знаешь, что у тебя происходит. И это самое сложное и самое кайфовое. То есть, представляешь, то есть, условно, концепции одинаковые, ну, там, мир во всем мире, да, там, все дело во мне, все проблемы с детства, это концепции же. Ну, да. А конкретно, когда меня коснется, когда какая-то история, когда я, например, что-то там не могу открыть, или, там, хожу по кругу, то это конкретно мое слово. Почему я хожу сейчас, вот, там, в 38 лет хожу по кругу, да, или почему там, например, да, меня сейчас волнует тема масштаба. То есть, и так, когда эти вопросы возникают, это за этими вопросами всегда стоит, ну, то есть, напряжение, за напряжением всегда стоит движение. И это прикольно. То есть, вот я сейчас, по большому счету, в некоторых своих проектах создаю напряжение. Потому что, когда все классно, ровненько, ничего не понимаешь. Ну, идет, проекты идут, движется, все. Когда есть напряжение, обостряется, хоп, сразу подгружается движение. Проблематика, условно. Ну, условно, проблематика, потому что, по большому счету, просто подсвечиваются зоны, с которыми можно поработать. У тебя более сорока проектов, что ли? Параллельно или больше? Не, сейчас уже не сорок. Был какой-то момент, да? Так, в том году, 22-й год, да, в пике было порядка двадцати восьми проектов. Потом я их спускал до двадцать четырех. Сейчас семнадцать. Семнадцать разных инвестиционных проектов. Ну, это прям разный проект. Это и недвижимости, и стартапы, и бизнес. Ну, короче, в разных сферах инвестиционных, где я участвую как либо инвестор, либо как партнер, либо стратегический партнер. Ну, как правило, только в таких ролях. Ну, либо прям пассивный инвестор, да? Чисто деньгами. Да, деньги отдал, оформили все, и бизнес работает, там, приносит. Ну, и, естественно, партнеры, управляющие компании это все обеспечивают. Какой-то предпринимательский ресурс где-то, да? Где-то деньги, где-то… Да, да. Ну, то есть, вот, просто у меня идея была, четыре года назад инвестиционную эту идею взял и начал разгонять капитал свой инвестиционный. И, то есть, вот, все, что зарабатывал с инвестицией, там, просто, короче, все свободные деньги отправлял, короче, вот, ты когда спрашивал, типа, куда тратишь эти деньги. То есть, вот, последние четыре года я, там, как раз, ну, тратил, обратно вкладывал в разные проекты. И за четыре года как раз я их разогнал. То есть, там ключевая история была количеством. Угу. То есть, я прям, ну, очень много мелких проектов, коротких проектов, там, ну, как коротких, полгода, там, четыре месяца, два месяца, короче, там, заходишь, поучаствовал, быстренько выскочил с него, там, зафиксировал прибыль, пошел дальше. Это стратегия, в смысле, твоя? Ну, это была стратегия, да. И она работала. Потом, когда стало много, я стал лениться уже, вести ту таблицу, учет, контроль. Вроде, как бы, идея была пассивного дохода. Идея пассивного дохода подразумевает, что это пассивный доход. Вот, короче, там, первого числа посмотрел. Не вне кажется. Там, да, деньги упали, все, короче, как-то собрались, ты их раз, опять приложил в новый. И вот, короче, какая-то такая игра была. Вот. Потом как-то мне это надоело, короче. Я думаю, блин, надо уже сокращать количество проектов. И начал большими суммами заходить, в долгие проекты стал заходить. Ну, все равно же в кругах инвестиционных общаешься, портфели изучаешь разные, стратегии разные изучаешь, короче. И вот в эту историю начал играть. Ну, ты инвестируешь больше в акции или в бизнес? Нет, больше в действующий бизнес. Ну, то есть недвижка, акции, там сейчас все, знаете, история все вышла. Непредсказуемо вообще. Да. Вот много проектов было связано с крипто, когда был этот тренд. Ну, как много, ну, часть точно была хорошая часть инвестиций в этой истории. Много проектов связано с недвижимостью, с твердыми проектами. Ну, и часть, конечно, связана либо это венчур, либо действующий бизнес, либо стартап, либо, ну, действующие бизнесы, куда там входили либо как партнер, либо на короткую дистанцию и вот это количество проектов вот за четыре года, вот этих коротких, оно как бы туда-сюда, туда-сюда, короче, и потом он начал ходить в долгую, короче, то есть начал уже ошибаться. Угу. Вот. И в любом случае, конечно, этот весь инвестиционный опыт, он как раз самый там важный, короче, когда вот, как есть эти ошибки, на этих ошибках возникает еще больше экспертности. Дорогие уроки какие-то, да? Да ну, есть и дорогие, есть и недорогие, там, вопрос даже, наверное, не в цене, я бы сказал, вопрос именно там вот, разочаровываешься в людях. Угу. Угу. Самый, там, не знаю, больной, что ли, или, там, вот момент. Больной момент, да. Это с точки зрения даже не денег, которые ты фиксируешь на убыток, а первое – это разочарование в людях от этого человека, например, там, ну, нормально знал, хорошо общался, все классно было. И никаких там вот… моя эта вера в людей как бы она работает до последнего, причем, понимаешь, что до последнего, короче, работает, уже там все сигналы говорят о том, что, короче, дружище, ну, я про тебя, тебе, по-моему, тут уже встят уши, и вероятность, короче, уже высокая, короче, с этого проекта ты не выйдешь, я до последнего, нет, это не про него, он точно, короче, вывезет проект, точно, короче, но факты разные, то есть я тоже это связывал, как со спиралью тебе говорил, в определенный промежуток времени, вот, где-то нужно наошибаться, и на этом, на этих ошибках еще, я говорю, опыт растет, экспертность повышается, те другие проекты ты уже смотришь, сейчас у меня уже стратегия появилась, куда я вкладываю, куда не вкладываю. Ой, кстати, про это хотел спросить, интересно, потому что у меня первая мысль возникла, я спросил тебя, куда ты больше вкладываешь, ты сказал, в бизнесы, и тут возникает вопрос, действительно, там, люди умеют классно про себя рассказывать, там, ну, это такой классный проект, и я весь такой суперчестный, а потом случается, например, что-то, там, дефолт какой-то, вот, и ты на своем опыте вывел какую-то стратегию, то есть, куда лучше вкладывать, в кого лучше не вкладывать, как определить человека, в которого можно вложить, или которого лучше не стоит вложить, вот это интересный вопрос, не для себя, потому что у меня тоже одна история есть. С точки зрения, ну, вот людей, там, определить, тут нет стратегии, то есть, тут просто всегда есть вот эта зная вера в людей, и эта история никуда не делась, она очень рискованная, потому что ты, вот, с человеком общаешься, смотришь, он классный, короче. Единственное, что сейчас, ну, то есть, раньше, если я просто смотрел, ловил ощущения, ты, короче, входил, как правило, интуиция, там, не подводил. Ну, в определенный момент времени, когда, там, не стал сверяться, то есть, уже, там, закрытыми глазами, не проверял проект, ну, вроде парень классный, там, по косвенным причинам, короче, ну, вот, это уже, там, у меня был такой период, где мне нужно было, короче, в это войти и почувствовать, понять, что такое, ну, то есть, вот, другие люди, так скажем, вот. А сейчас, если, ну, я говорю про людей, то есть, эту историю мы никак не передаем, это у каждого предпринимателя, инвестора, есть чуйка, и он понимает, ну, или не чуйка, или просто, короче, то есть, вот он, как там, говорит, 9 проект, 10 складываешь, 9 пролетают, один стреляет, и один, короче, покрывает все эти 9. То есть, либо вот таким, просто, перебором, короче, один стреляет за, там, год, два, пять, ну, у каждого свой срок, и он окупает все предыдущие проекты. Либо уже, вот, как раз, есть, как называют, чуйка, она есть у, ну, появляется у тех, у кого есть насмотренность. Сразу, если ты не занимался инвестициями, это уже удача. То есть, это вот просто закрытыми глазами, там, короче, проект зашел, короче, и он выстрелил. Вот это, ну, нужно радоваться. То есть, вот реально тебе, короче, там, за твои предыдущие заслуги, где-то ты работал, где-то, короче, хорошо себя вел, вот тебе, короче, на такую возможность. Дальше это уже насмотренность. То есть, вот сейчас, ну, люди в клуб заходят, предприниматели, то есть, я уже на этапе собеседования через 30 минут, 40 минут, я уже понимаю, о чем речь. То есть, какие ценностные составляющие, как человек себя ведет, говорит ли он твердо, честно, открыто, или, короче, там очень много подводных камней, которые дальше будут проявляться. То есть, это вот уже там, ну, полчаса достаточно. Раньше, ну, вот, 6-8, ну, еще, ну, где экспертиза? Все классные, то есть, все классные. Вот, да, и сейчас все классные. Сейчас люди все классные для меня. Любой вот, ну, вопрос, как он себя ведет на этих переговорах и на собеседованиях, или просто на встрече. Дальше просто я понимаю уже, какие ожидать от этого человека нюанси, так скажем, и все. А дальше я готов. Ну, вот, я понимаю, что может быть, вот такая история с этим человеком. Ну, любая. Сейчас не буду там, да, приводить там, какая-то сложная там, да, или в какой-нибудь такой ситуации, то есть, ты повернешься, а его рядом нет. Вот, хотя вроде там, я всегда, ты че? А по костным причинам, короче, в небольших стрессовых ситуациях что-то уже, короче, сдувает. Вот, и это тоже нормально. Ну, и че, как бы, да, вот есть такая история. Просто я понимаю, что в этих ситуациях с такими людьми не нужно находиться, а нужно находиться с другими людьми, которые там, любое напряжение, короче, они сзади, еще и спереди, там, и рядом, и так далее. Вот. Ну, а какие вопросы? Да, по стратегии, чтобы конкретику, чтобы забылить и прочее. То есть, вот сейчас, ну, естественно, все, что твердое, связано с недвижкой. Все там, коммерческая, некоммерческая недвижка. То есть, это твердые проекты, куда единственный риск, это долго продаваться будет. Ну, и понятно, что выбираем ликвидные объекты, проекты сразу, как ты его дальше будешь реализовать. Второе, бизнесовую историю я никуда не убрал. Бизнесовая история мне очень нравится. Теперь я начал смотреть в бизнес, и в первую очередь, мои проекты, где я разбираюсь, где я компетентный, и где я на них управляю и влияю. То есть, где я понимаю все цепочки. Вот туда, в первую очередь, вкладываю. Второе, рядом с ним, короче, то есть, если я вижу похожие проекты, ну, то есть, вот я, есть у меня, например, отделочный бизнес, да, то есть, я там понимаю, как все устроено. Если рядом возникает проект, который вам предлагают в подобную сферу заходить, конечно, я захожу туда. То есть, я знаю, какие наценки, я знаю, как выстроены логистические цепочки, как деньги ходят туда-сюда, где зависают, где подвисают. Ну, то есть, я все это знаю, короче, мне очень легко это отследить. И следующий критерий, если я про бизнес говорю, короче, не только вера в человека. Вера в человека и дальше, как себя человек ведет вот на этой встрече по инвестициям. Как он собирается выходить, если проект не пойдет. Как он себя собирается вести, чем подкреплять и так далее. Только в эту сторону. А так, я больше смотрю, конечно, действующие бизнесы. Любой инвестор, ну, просто, это не секрет, но с этим нужно соприкоснуться. После, когда я заходил, типа, ну, это не секрет, все вот так действуют. Заходишь в действующий бизнес, смотришь, сколько он лет работает, сколько у него магазинов, филиалов там и так далее. То есть, ну, в действующий. И, например, у него там 30 магазинов, и ты заходишь в 31-й. Ну, вероятность то, что эти 30, ну, естественно, ты их проверяешь, смотришь, что работает нормально. А если ты заходишь в первый магазин, типа, там, ребята, классно попрет, какой? Вот я видел там в Барнауле или в Красноярске, в Москве. Мы сейчас такой же откроем здесь и попрет. Не факт, правильно? Высокий риск. Окей, а если не попрет, то что? Ничего, твои деньги. А я, короче, поехал искать за новые идеи. Ну, как правило, это вот история такая. Если так заканчивается, ну, я утрировал, да, ну, я сильно упростил. Ну, понятно. Конечно, там все завуалировано, но я понимаю, что если вот так, то в этот проект не захожу. А если это действующий, а если еще управляющая компания, я нашим многим ребятам как раз эту идею и подсказал, что есть какие-то проекты и тебе предлагают купить франшизу и заниматься и самому. Ну, мне это зачем? Вот я покупаю, начинаю там дополнительный еще бизнес и покупаю, начинаю там нанимать людей, место, короче, это все. Вот, при этом тот, кто мне продает эту франшизу, у него уже там 200-300 точек по России там, да. И у него есть управляющая компания. Я ему говорю, что вот если ты заберешь мои точки под свое управление, да, пусть будет меньше доход. Да, больше срока купаемости, условно не год, а три, например. Кстати, это вот вопрос, если интересно, то есть я смотрю с точки зрения купаемости инвестиций, ну вот в пределах двух-трех лет. То есть год, это, короче, там вообще классно, но очень внимательно смотрим, что там большая доходность. Десять лет, короче, долго, ну как бы там больше десяти вообще не смотрю. Ну, то есть там 20 лет, например, окупаемости. То есть я пока двигаюсь вот в этом диапазоне, ну, я имею в виду, привлекает мое внимание. То есть вот, чтобы понятно, что и на пять, и на семь, и на десять это интересно. Вопрос зависимости же капитала, что за проект, объект, там, гостиница, еще что-то. Но история в том, что вот, например, у меня есть инвестиционный проект, окей, какая доходность, какая окупаемость. Вот, там, например, два года, окей, давай дальше. Ну, то есть вот в этапе начинаешь проваливаться. Потому что если там, ну, какой проект, доходность, ну, там, доходность такая-то, короче, рисков столько, окупаемость такая-то, короче, там, ни за что не отвечаю, ну, я дальше время свое не теряю. Это больше вопрос к тем ребятам, кто вот думает, придумывает инвестиционные проекты, есть какая-то идея, дальше их упаковывают, потому что я знаю, что много компаний сейчас на рынке, которые по шаблону тебе нормально на рынке, в этой истории 13 лет, все, смело иди к инвесторам и предлагай, он приходит, а дальше встречи не может пробиться. Ну я сейчас 13 лет проутрировал, ну условно, ключевая история для инвестора это всегда гарантии, ну то есть вот как это будет сохранность, возврат денег, как если что, я как их верну, ну и третья доходность, ну и дальше они меняются от приоритетности, интересности проекта местами. Про вот эту тему, какие ты вопросы себе задаешь, потому что я вот для себя вывел из своей истории, где я там пролетел с одним товарищем на деньги, занял ему денег, приличная для меня сумма, и короче там отношения были, то есть там, ты че, бодян, ну это не клуб, это другое, было сообщество, и так получилось, что там займ был условно там на недолгий срок, там месяц, а уже год прошел. То есть я для себя вывел здесь вот этот ключевой вопрос, ценный очень для меня, который я теперь вообще в любой ситуации в жизни задаю, а что если нет? Вот, что если нет, то что я буду делать? Вот я тогда риски не предусмотрел, но у меня такой опыт дорогой получился. Ну там возврат какой-то был частичный, там сейчас мы до сих пор в этой истории, я еще нахожусь, но выгребаю оттуда по полной опытов всяких. И мне стало интересно, вот у тебя проектов 28 было за раз, а сколько это было до, сколько это еще было после, и все это бизнесы. Вот интересно, какие ты для себя вопросы на основе вот этих вот там успешных и неуспешных опытов вывел, которые там точно важно задать. Вот у меня этого вопроса, что если нет, у меня его не было до того, как я в эту историю попал. То есть у меня вот была тоже вера в людей. Это нормально. Нормально, что вот это же мы получаем опыт. И ключевая эта история, вот я, например, жил на истории. Ну типа там вот много говорят, но ключевая эта история, то есть, например, надо проверять, надо там вот что-нибудь твердая, там бизнес с бизнесом, но надо, короче, сразу все бумаги оформлять, надо все прописывать, надо залоги там уже унотариуса оформлять. Вот. Это так надо все делать. Ну одно дело надо, второе дело, как мы себя ведем в разных ситуациях. И есть подкупает доходность, а есть подкупает возможность. Она сегодня есть, тебе предлагают эту возможность, но ты понимаешь, что сейчас ты ее не возьмешь, а завтра ее возьмет уже другой. И ты на этой скорости залетаешь, не обдумавший. Ну, короче, много всяких нюансов, которые происходят, но это неважно. Ключевой момент это наша история, моя, твоя, то есть мы, вот ты побыл в этой истории, если я тебе могу 30 раз мог говорить, Саня, не вздумай, короче, давать Бодянычам деньги, например. Ты говоришь, Роман, конечно, ты что, ты никогда, ты что, ты что за вопрос? Я все просто понимаю. А если, говорю, будешь давать, возьми залог. Ты говоришь, все, вообще понял. Говорю, а если залог, то оформи его сразу. Ну, нотарица, что ты говоришь, все, твой, короче. Проверил по базам, ладно, блин, ну, что за вопросы, Роман, ну, нафиг мы это обсуждаем, условно. И потом, бак, ситуация приходит, тебе, говорит, парень, дай миллион, 10% в месяц, короче, на месяц, короче, дай погонять, как бы, я там, что, мне там, вот туда товар куплю, отдам, вот, все. Вот, ты что, в залог? Он говорит, ну, в месяц, короче, ну, что произойдет за месяц, короче. Он, я сейчас куплю, туда отправлю, все, ты такой, 10% с миллиона сто тысяч, как бы, ну, сто тысяч, блин, это, я сто тысячи надо в своем бизнесе, там, сколько подкастов по наснимать, да? Да, 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 по потере. Вот тут просто, короче, дал, и прикинь, короче, прилетает. И вот эта, например, мысль, она может затуманить. Ну, условно, погоня за выгодой в моменте. Вот. А правильные вопросы, ну, то есть, потом это получается опыт, и в следующий раз, так, это уже ситуация классная была. Я, короче, помню, ситуация, там, доходность, все классно, чувак близкий мне, там, я его знаю, 5 лет, 10, там, и так далее, поэтому, потом возникает, типа, что, если не отдашь? И там дальше, короче, надо с собой сверяться просто. Вот я, например, для себя, ну, понял, что я иногда захожу в проекты до сих пор без подписи, каких-то, ну, там, оформлений. Без договоров, да. То есть, да, ну, сегодня мы входим, например, через неделю, там, выходим оформляться. И это мой риск и моя готовность. И ключевой момент я всегда оцениваю, то есть, вот, ту сумму, которую сейчас я готов задавать в проекты, и вот человек перед мной сидит. Готов ли я заплатить эту цену за вот этого, там, условно, короче, если человек себя поведет не так. Понимаешь, короче? Это как готов ли я потерять эти деньги, или это готов ли я... Ну, не то, чтобы потерять, то есть, я, например, понимаю, что, например, я вот сейчас захожу с человеком в проект, и через какое-то время, например, ну, что-то пошло не так. И он, значит, ну, все, в отказную, все, забудь телефон, например, не звони и так далее. И вот цена моей ошибки вот такая. Условно, короче, я заплатил, там, ну, не знаю, 500, 800 миллион за то, что я ошибся, в человеке ошибся, понимаешь? То есть, вот я для себя рассматриваю так. То есть, если я готов заплатить миллион за свою ошибку, то я готов. Если я не готов, сейчас, например, я, например, не готов я платить, ну, такие суммы за ошибки. Поэтому все классно, доходность, круто, если бизнес позволяет. Давай посмотрим бизнес. То есть, сейчас, например, я смотрю, сможет ли бизнес выплачивать все договоренности, которые… То есть, есть ли у него оборотка, клиент, товар. Ну, то есть, может ли ты бизнес, короче, если я вот так интегрируюсь, выполнять свои обязательства. Туда погружаюсь уже, тем более долгосрок. Берешь управленческий учет, да? Ну, там по-разному, в зависимости, насколько я могу туда погружить, насколько масштабный большой бизнес там и так далее. Но ключевая история, там цифры, конечно, смотришь. Ну, я имею в виду, если захожу в партнерство, например, в какие-то доли, и там никакого нет прямого обеспечения. Если это просто типа там, Роман, дай денег, возьми там квартиру в залог. Ну, окей, все, как бы там, пошли, переоформим, переоформим, короче, и все. Эта квартира там, естественно, не единственная, это квартира инвестиционная, там третья, четвертая, вторая, там какая-то, короче, то есть, ну вот, ну, это сейчас уже, да? Сейчас я начал еще вопрос задавать, как быстро я смогу, например, деньги вернуть. Ну, вот условно, ты заходишь в какой-то объект недвижимости, и ты, я понимаю, что, вот я захожу, короче, быстро вернуть свои там вложенные я не смогу. То есть, нужно понимать, готов я. Ну, если завтра мне срочно потребуются там деньги, либо это надо дисконт давать, и тогда выпрыгивать с объекта, либо это будет продаваться. Готов? В принципе, готов, иду. Нет, я не готов, не иду. Ну, и в целом, сейчас уже портфель просто собирается, то есть, вот есть и такие долгосрочные, то есть, откуда я там не собираюсь входить. Или там те же самые криптоистории, там уже все долгосрочно, то есть, там нет смысла, короче, ну, я, для меня, например, я не ловлю на эти там каждый день там валютные истории, то есть, зашел и все, то есть, вот, пускай лежит, потихонечку пополняешь, через какое-то время, какое, какое захочу, год, два, три, десять, короче, будем смотреть, что там происходит. Поэтому вот эта история портфельная, она, ну, естественно, у инвесторов она у всех своя. Кто-то 50% в высокорискованные, 50% там в менее рискованные. Ну, то есть, это же стратегия финансовая, финансовая грамотность у всех своя. И вот агрессивная или умеренная, вот, там, каждый решает сам, как ему двигаться. Получается, готов ли заплатить цену, как быстро вернутся деньги, как быстро произойдет возврат, то имущество, которым гарантируется долг, ну, какое оно, да, то есть, анализ вот этого еще. Ну, и если это не подкреплено имуществом, тогда управленческий учет, цифры, вот, конкретика, внутрь погружаться в бизнес. Ну, это уже следствие. Ключевая эта история-то в человеке. То есть, всегда идет, ну, разговор с человеком. Я же конкретно человеку даю деньги, то есть, я же с ним разговариваю, я к нему захожу. И вопрос там очень не видно. Ну, то есть, понятно, что не так, Саша, как ты будешь вести себя, если дело не попрет? Ой, Роман, я все отдам, все, вот, что до копеечки, все верну. Как? Да ну, как-нибудь. Ну, что, я не соборожу, что ли? Как-нибудь. Ну, хорошо, как-нибудь. Сейчас у тебя что есть? У меня завод, бетонный завод есть, у меня там студия красоты, у меня здесь это. Окей, короче, какие там выручки, доходы и так далее. То есть, вот мы общаемся, просто нормально. Если ты начинаешь, да, ну, что там завод, там нормально все, там я вообще не знаю, как все идет. А в салоне, о, там вообще все классно, шоколадно, там доходность, вот, 200-500 тысяч точно. Ну, я же вижу, как бы, когда человек, он, либо он владеет, говорит, вот, пожалуйста, смотри, да, вопрос. Да, 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 да. То есть, здесь я 100% дольчик, здесь 50-50. А партнер знает, что ты заходишь? Нет, не знает, не рассматривает. Потому что там, ну, условия, здесь, 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 из активов это, 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 это. И дальше ты смотришь, как человек. Либо человек уже начинает тебе сразу облачно, образно рассказывать. Все решим, все решим. Ситуация будет, что ты начнешь? Без конкретики, без всякой, да? Все нормально, ты же меня знаешь, как бы, ну, разберемся. И там, опять, вот, я сталкиваюсь, типа, разберемся. Вот, кто будет разбираться? Ну, условно, короче, ты прокидываешь, условно, я и буду разбираться. И все, и дальше, вот, да, да, нет, нет. Надо это, есть свободные. Большая, да, это сумма, маленькая сумма, там, принимаешь решение, и поехали. Ну, история важная, и важная, что я просто в один момент, это, как-то у меня так скопилось, вот, в том году, и что-то четыре проекта одновременно, бах, и встали на паузу. Я такой, ну, все, инвестиции, все, короче, не мое, ну, все надо завязывать, короче. Инвестициями, короче, четыре проекта колом, все, встали на паузу, ну, понятно, после определенных манипуляций в стране, все, оп, разворачиваем вектор в действующие проекты и туда погружаемся, вот, потом эти эмоции прошли, адекватность появилась, смотрю, как бы, там, четыре проекта из, на тот момент, по-моему, ну, я сейчас 24-22, условно, встали на паузу, ну, на паузу, то есть я фиксировал убытки, короче, просто они бах, остановились, договоренности выстроились и так далее, но вероятность 90, там, процентов, что это проекты, все, встали, можно фиксировать, но не стал, вот, и я такой делаю вывод, что все, инвестиции, короче, хватит заниматься, пора, там, возвращаться в действующий бизнес и так далее, ну, это же, ну, как бы, это же, ну, неправильно я к тому, что ты сделал, ну, и вот, я потом вернулся, посмотрел четыре проекта, это из 24-х этих действующих, а почему я не взял, там, условно, на тот момент, ну, 130, наверное, по-моему, 132 вот так вот проекта, то есть когда я взял за три года все проекты, короче, это 132, и это вот четыре стали на паузу, ну, а вот эта история, почему ты про нее забыл, ну, потому что это эмоциональное, то есть они в момент, тык-тык-тык, ну, там, условно за, наверное, месяц, короче, там, бах-бах-бах, прям по цепочке, как домино, тык-тык-тык-тык и стали, ну, они не связаны, короче, но и в разных сферах они стали, и это, там, вызвало этот эмоциональный, и вот, потом все это село, понял, ну, и сейчас я так же просто стал больше, ну, внимательный, требовательный к проектам, ну, вот, то, что мне интересно, нравится, такие косвенные истории, туда потихонечку хожу. Мне сейчас напомнило историю, на предыдущем подкасте у нас был президент Сибирской бойцовской лиги, профессиональный боец ММА, чемпион России, многократный призер мира, там, ну, в общем, там вообще машина, вот, 23 года, и он рассказывал вам ту историю, да у меня 20 лет я пошел, там, ну, профессиональным бойцом, короче, там, с одним побился, вторым побился, потом случилось какое-то обстоятельство, такой, блин, все, это не мое, говорит, потом пошел опять снова какая-то, какая-то история, такой, да, блин, это не мое, у него в спорте, здесь бизнес, в инвестициях, аналогия та же самая, тоже эмоции, там, в какой-то момент брали верх, но в итоге он все равно продолжал, и в итоге он сейчас теперь в 23 года президент Сибирской бойцовской лиги, все мероприятия крупные, бойцовские, которые в Новосибирске есть, это все он, то есть, все, что есть. Прикольно. Ну, вот мысль в том, что не делать преждевременные выводы на основе эмоций, ну, как не делать, это опять совет, ну, а если делаешь, то есть, я вот, ну, то есть, вот, ты мне говоришь, Роман, не делай, уверен, что какая-нибудь ситуация произойдет, короче, я опять там что-нибудь сделаю, потому что это жизнь, и на эмоции наши никуда не деть, переживания, ощущения, то есть, мы этим живем, поэтому это часть нашей жизни, которая вот, это там, да, просто важно возвращаться и там вот разными способами, кто медитирует, кто бегает, кто смотрит на воду, на лес, слушает музыку или просто в тишине, короче, да, уезжает, то есть, вот этот важный момент, когда ты там заземлился, вернулся в адеквате, адеквате, когда я понимаю, ну, в адеквате для меня это ты оцениваешь ситуацию полномерно или с высока, не так, что, короче, ты впритык смотри, короче, и больше ничего не видишь, а можешь посмотреть сверху, сбоку, короче, как это сейчас говорят, 3D или обзор, это, ну, вот адекватная оценка ситуации, не просто с одной стороны, оценил и отсюда принял какое-то решение двигаться дальше, ну, если отсюда оценил, что да, как бы достаточно в инвестициях, хочу углубиться в свой бизнес, окей, там свой или какой-то действующий, недостаточно, короче, ну, да, посмотрел, типа, ну, да, ну, есть статистика, есть процентовка этих моментов, всё, пошёл дальше. Пишите в комментариях, какие вопросы вы себе задаёте перед тем, как уложиться в какой-то проект, и напишите, что взяли вот сейчас на этом моменте из того, чему вот сейчас вас обучил Роман, да. Обучил. Да. Я поделился. Да, поделился, да. Обучение поднести, ну, это где-то в другом месте, наверное. Да, ну, хорошо, поделился. Вот интересное у меня ещё вопрос вызвала история со спикерством, то есть ты вот в роли спикера, интересно про то, что, с чем сталкиваются все, вот, например, со страхом публических выступлений. На мой взгляд, все сталкиваются с этим, что вот как нам ещё вчера говорила... Юлия помыла. Да, Юлия, да, что вот ты же вопрос, кстати, задавал, что понятно, что через 100 выступлений можно накачать мышцу. Она говорит, если вы думаете, что когда-то этот страх пройдёт, ну, ни хрена он не пройдёт. И она там с высоты своего быта. И самый прикол, знаешь, какой я до последнего сейчас осознал, тоже вот был на обучении, таком мини-тренинге на 4 дня, тоже там бац, вброс, короче, и там кто сможет выйти, публичные выступления, всё это, и я выхожу, ну, типа, вроде прорабатывать вот этот страх, короче, публичных выступлений. И, короче, бах, там, ну, небольшая практика, короче, бах, и он проходит. И я такой стою, и такой думаю, верните, ну, чё, зачем? Адреналина нету, да? Ну, да, потому что весь кайф, короче, то есть вот те, кто испытывает этот страх, мандраж перед выступлением, там, ну, я не знаю, с чем это даже передать. Вот этот момент, просто вопрос от аудитории, вопрос от зала. Я вот себя, короче, сталкиваю, ну, представь, короче, ну, чего ты боишься, короче, такой бах, нет, такой раз, а где тогда жизнь, короче, а в чём тут прикол? Ты выходишь, выступаешь, посмотрел, как бы тебе всё равно там, ну, чё там, а тут там настолько энергии разгоняется. Я вот сейчас, ну, если отвечаю на вопрос, то страх – это нормально, ты, ну, вот вчера мне понравилось, как Юля это объяснила, то есть откуда он взялся, то есть почему является страх публичных выступлений второй после смерти. Ну, смерть, понятно, да? Потому что выгонят, да. Да, а второй – это заложено, там, не знаю, миллионами ленты в рептильном мозге, что ты сейчас выйдешь, презентуешь своей стае, семье, своей общине, там, да, ты должен что-то сказать. Да, да, да. Если ты что-то плохо сказал, тебе такие, там, что-то, короче, он тут не тянет, забр ты его, короче, и всё, и получается, ты выходишь, и всё зависит от того, как ты сейчас тут по взаимодействию. Да, да, да. Либо тебе, о, всё, ты наш, либо забр. Цена ошибки очень высока. Да, и я с этим, ну, согласен, по ощущениям так и есть. Ну, то есть, потому что это какая-то глубинная история, и представь, ты её, ну, то есть, вот сколько бы ты ни работал, ты её не убираешь. Ну, единственное, что, если, может быть, какой-нибудь, там, химии, наверное, можно отключить, блокадами, там, не знаю, колёсами, ещё чем-то, ну, какие-то, ну, это уже не… Может повлиять потом на выступление. Ну, да, то есть, как будто это не считается, потому что в уклонах, и чё, ну, зайти в другое состояние, под чем-то, это… Ну, даже Rolling Stones на интервью группа Мик Джаггер говорил уже после 30-летней карьеры, там, рок-звёзд, что всё равно нервничают перед выступлением. Да, прикольно. Они в бильярд играют, чтобы расслабиться. Нет, дальше уже методики есть, вот, дальше ключевой момент – это, вот, там, кто-то дышит, играет, прыгает, орёт, то есть, дальше уже каждый находит своё, но мне, говорю, вот, понравилось, да, про спикерство, то есть, вот, идёт вызов, например, там, выступишь, я такой думаю, да зачем мне этот номер? Я свои дела делаю, свои проекты, там, реализую, и зачем мне это выступление? Вот, ну, через вызов интересно, короче, бах, подружается история, и вот, когда в Маяковском выступал, там, как раз история была, короче, ну, то есть, вот, есть тема, есть выступление, и я в неё захожу, и начинаю готовиться, и понимаю, что, как бы, ну, я что-то хочу чем-то поделиться, вот, чем-то таким поделиться хочу, настоящим. И, вот, мы с тренером, с Юлей, ну, короче, вот, я говорю, чем такое, вот, там, четыре встречи было, четыре встречи впустую. Ну, говорю, вот, не идёт, не знаю, короче, вот, хочется не просто прийти, выйти, презентацию, там, на тк white красную карт, а чем-то такую какую-то пользу дать, короче, ребятам, кто в зале, кто, там, послушать что-то у них отложится трансформируется какой-то семя там пасу ну вот и выйдет там ну вот какая такая история и вот только на четвертый раз это бах история всплывает про это мой мне больше всех надо драйвер в успехе в одном ну короче я считаю что у каждого предпринимателя есть свой драйвер это свой секретный соус секретный ингредиент как угодно это можно назвать это вот драйвер который там на чем едешь зажигает двигается и так далее вот мой это я его выявил что мне больше всех надо только я это раньше не признавал часто признал то есть вот в детстве между моим больше всех надо меня двигала потом мне короче там и выбили почву придавили решение в эмоциональном состоянии принял что короче все мне не надо и это короче там все это унылое все было вот потом это вернулось уже короче через университет через работу на работе когда мне там на первой это все вернулось короче и сейчас я понимаю что да мне больше всех надо ну условно ты говоришь давай запишем подка ну блин сам ну и так уже там не знаю двадцать четыре на семье куда дайте хоть просто чай попить и времени хватает потом такой думаю ну почему нет ну да мне больше всех надо пойти к подписать подкасты поделиться с ребятами и после этого сейчас мероприятие 8 и вчера и короче да больше всех надо больше надо малой группы форумы запустили томск поехали сейчас на камчатку приехали с норвегии то есть его до больше всех на если этот дополнительный это мой соус короче но у каждого свой у кого-то может быть там мечта мечте видит мечтать кого-то вовлекать ну короче это вот история я до сих пор и всем предлагаю смотреть в себя не ну то есть слушать информацию но пропускать через себя то есть одно моё больше всех надо кому-то может быть тоже отзовется да мне тоже больше всех но любое чьё-то больше всех надо будет по-своему да мне больше всех надо не знаю на работе там допоздна сидеть или реализовывать или там машины короче на в гонках участвовать или запускать продукты на волну или так далее то есть у каждого снова это свое этом вот я считаю что в этом уникальность и кайф когда каждый из нас находит ответы в себе вот эти прям тут это короче не забрать это не придумать короче это нельзя не откликнулась и и внутри родилось это все с тобой остается да это круто про публичное выступление все-таки еще вот этот страх он может быть как топливо то есть это на адреналине классно на выступаешь самому может казаться что не очень классно но в итоге там проявляешься для других так герой ты вышел вообще во первых и этот страх вот например я часто вот я сейчас буду говорить честно я чего-нибудь ну вот эти хорошие новости у нас клубе есть там все такое мне часто хочу что-нибудь сказать но вот этот страх он вот какого фига во первых пространство настолько доверительное принимающие все много кого уже знаешь и ну просто ну мало где такое есть вообще одно все равно это фигня всплывает и она мешает просто встать пойти уже первый раз пошло вчера встал что-то сказал и я чувствовал себя как в компьютерной игре я такой встаю на вид от первого лица я беру микрофон вообще не понимать что беру микрофон вышел что-то такое говорю в моей голове это звучало как такая полубессвязная эта штука у людей видел такое задумчивые лица такие непонимали у кого-то наоборот типа нормально кто-то кто-то да не понял но для меня было прием для меня была такая крутая такое ощущение что какая трансформирующая история вот просто встать и просто что сказать до этого сколько раз я хотел блин я такой выходит ребята ну просто говорят там по как есть без каких-то там не записку этом бравада или чтобы как-то там казаться там просто честно и прикольно тоже хочется и я уверен что много кто сидит и тоже так думать но не стоят не стоят и не идут чего стоит вопрос типа у кого хорошие новости всех каменные лица все молчат таки вопрос в том что как ты определяешь вот на мой взгляд ты всегда выходишь легко ну понятно я ты основатель клуба этого тебе в принципе положение обязывает во первых картинку ты видишь то есть да картинка такая но да ты правильно заметил а какое решение мне стоит это решение да нет выйти ну да да то есть вот интересно то есть мы правильно замечаешь но первая ключевая история то ты понимаешь зачем есть конечно обязательства например когда ты вот выступаешь или что-то делаешь там в любом случае ты выступаешь все то есть ну ты уже подписался а если вот мы взять вот этот момент хороший потому что ставь вот сколько там 8 человек в зале сидит и делятся новостями там 5-7 человек вопроса дают 3-4 человек я этот момент сам отслеживаю то есть и специально сейчас же идет поток я специально вот сейчас артем ведет я прихожу опаздываю на встречу захожу смотрю как вот когда опоздал потом сажусь подальше и и там из ну много много таких моментов подружается короче ключевая эта история это вот то что сейчас я заметил то есть вот когда так проявиться ну я говорю еще раз мы не берем когда-то например вот сейчас такой на драйве там мы такие ваак да я заявился короче на tedx например все в августе выступаю я сейчас показываю видишь эмоционально то есть если состояние вот такое типа чё с вами выступишь на тэна наверно то есть не то чтобы там не сонная внутренние там замок просел выгоренности уставшись это энергии внутренней нет на это потому что это всегда стресс это решение принять всегда стресс то есть но он может может быть у кого-то сильно явно короче до того что там судороги сводит челюсти а у кого-то там чуть-чуть там на не знаю на 1 на 1 единицу там давление подпрыгнул но это в любом случае всегда микро стресс прождает за этим погружаются надо готовиться выступать вам с какая аудитории и и и и так далее здесь и ключевым действием ты заметил когда я насильно бывает ну то есть вот моменты короче то есть даю микрофон и там трансформация уже происходит ноги ключевая история это нарабатывается просто я раньше например все сколько 5 когда кто клуб начинался то есть вот это там сколько нас 30 человек было комфортно когда сидим вот так за столом все на равных этих и у каждого есть слово вот пошуметь тогда-то там так как бы комфортно но как только ты садишься во главу угла стола или аудитория садится перед тобой ты выходишь вещать там вообще без разницы семь человек перед тобой или пять человек я если они вот так типа там сидят на тебя ты выходишь короче все сразу это ощущение захватывает и вот начинаешь его трансформировать и момент я еще да то есть это внутренняя энергия то есть ты заряжен и ты понимаешь зачем ты сейчас хочешь там проявиться там поделиться токио я второй момент еще отловил что многих включается синдромы там эти самозванцев типа так вот и сейчас ну я же выгу яс выду сейчас я буду что-то говорить я мало того что плохо говорю например ну там или там то с губы зажаты то короче я стрессую то у меня волнение а вторая еще мысль а про что говорить то вот если бы я сказал вышел и мне бы спросили бы роман как ты провел сегодня день я бы сказал я сегодня там сел самый вкусный стейк у молодец короче вкусный стейк понял да но там же проецируется в голове всякая история я выхожу я игру что типа я вот на выходных с женой слетала в казань все-таки молчание такое и нафига туда и вообще выходим и там короче дальше мозг начинает проецировать и вот это не позволяет я к тому к чему это внутри диалога внутренних этих конструкций которые начинают и не позволяют это выходить вот еще из прикольных моментов это если ты понимаешь что как бы ну вот я сейчас через вызов делают свадьба у друга нашего рома чупина я думаю что подарить короче бах и приходит идея песню спеть песни для меня это там блин где я где песня тем более до свадьбы четыре дня а я понимаю что я раз короче приеду в студию мне наверно там как-то покажут короче как-то там выше и ниже вот ну а зла у себя вызов короче такой знаешь типа блин прикольно все я приезжаю там вот первый раз короче я там сопротивлялся сливал все короче там два часа с девчонкой сидели она мне прикинь час сорок выбирали песню и в этот момент она молодец конечно нагидаю просто споем это вообще вот ее серопе не будешь эту песню просто давай споем я раз просто короче там просто иногда ну разговориться там почувствуешь и она бах включает круче и дам распил ну вот это еще прикольная что записи я ну вот друзья игоря крутого мой друг мой друг и у любая короче там я еще много песен искал потом 2 перебираю песни которая первая включила то нога смотри короче у крутого да и вообще груниту она года я просто знаю ты просто спей ну то есть спой смысле шаг первый раз два три короче и потом уже все это моя песня там а когда я пел там тоже внутренние переживания то есть вызов короче сейчас например у нас на день рождения клуба я опять круче то есть заявил то есть первое я уже заявил я буду петь то есть вариантов нет ну ты 22 уже там все типа роман будет петь вот а чё петь я уже это знает уже ну в клубе ты уже сказал ансировали все там готовится этот роман я начинаю все так стрессовать и начинаю блин она мне пишет девчонка когда ты приедешь уже прошло две недели я пока еще ни разу не приехал вот осталось еще двину мяч время есть меня есть моя история что концу короче ближе к мероприятию там все активируется это нормально за на свадьбу за два раза подготовился за полтора тут еще две недели еще можно так не люблю не понимаю круче там где много слов читают короче маленький припев такой и там прям вот такие вот эти куплеты я такой думаю блин это вообще вызовными я уже короче пробовал пять раз не получается мне успеть ну то что мы как-то буду надо читать быстро круче успевать со вторых это рэп непридуманный это рэп в смысле какой-то чей-то рэп конечно чей-то меня хотя бы спеть потом уже буду берете рэперы обычно читают о своей жизни да про девять пуль и так далее вот ну короче вот не знаю если мне еще баста это это рэп или не рэп да вот короче вот в основном это пока я думаю выйдет еще ребята и никому очень вернувку песню выпить ключевая история вот в эту сторону смотрю моя игра моя игра это баста баста же был в касте кстати да потом букву поменял одну пошел я вот в этих историях там я очень мало меня лишь любимая бедва группа короче но там пару раз пел варвара тоже там есть вот поэтому в эту историю что идти я не ожидал что ты садишься на первый ряд поешь поднимаешь руку и процесс идет и все и получаешь кай но если что чтобы там хватало энергии этот шаг сделать руку заявить вот ну и сейчас я после юли вот понял что как важно иметь но мышечный корсет так скажем когда у тебя выстроена вот эта речь голос поставлен то в моментах когда тебя трясет стресс какая-то необычность тебя спасает мышь тело само вот это очень важно это заметил потому что вот когда красно свадьбе у рома и пел то есть я так в студии уже распился разок такой нормально в машине пою а потом на свадьбе вышел короче микрофон ты как задрожал я такой чё за дела но он задрожал понимая волнение вот и только на раме секунд через сорок когда я первый помню куплет пропел потом уже все отпустил и круче напряжение и круче дальше уже нормально но я понимаю в этот момент я понял что если мы мышцы были натренированы то да стресс да короче волнение но мышцы каркас держит прочее и поешь но я это к чему тебе люди потому что это нарабатывается в любых местах тогда есть навыки которые действуешь ну или у нас на экстремальное вождение но когда возникает там те две секунды ты успеваешь по дороге грамотно вырулить потому что стрессовая ситуация в теле я знаю что из того что я боюсь я обычно выгребаю много энергии типа вот сделал то что боюсь давно по себе отметил если я то что боюсь сделал там что-то там стеснялся с кем-то поговорить или выйти что-то сказать там то у меня потом оттуда столько энергии выйдет вообще капец я еще несколько дней заряжен вопрос то не в этом ключевой там мой продукт который в чем суть позволяет разобраться и понять почему ты не выходишь например я не говорю что я не беру моменты когда ты на пике у тебя все классно то есть ты на этой энергии залетаешь говоришь тебе не важно мнение самозванец там отдыхает короче то есть вот ты это все а вот и ситуации когда тебе есть что сказать а ты не говоришь а тебя это волнует а потом ты ночами не спишь мне даже ребята признавались что недавно зашли в клуб мы общаемся короче так вот это в понедельник тебе вызову на сцену расскажешь о себе ну сказал да сказал так было это четверг например и потом признается уже выздоровел типа ты мечты как короче все я ночь не спал выходные короче не спал тут на нервике это куда ладно браку не бывает не выступать тебе это просто кати по ребят я там занимаюсь этим короче у кого есть такие идеи пойдемте условно и человека накрыла прикинь как бы с точки зрения вот этого там жесткого стресса поэтому я ну вот эти истории которые ты лишь там выступайте да выступайте да заявляетесь но сейчас я максимально то есть я сейчас смотрю почему что происходит что ты не позволяет настолько сильный страх настолько сильно потому что там очень заряжены истории и вот в этом почему то когда ты это убираешь а дальше либо механически убрать вот там работать сортом либо зажим убрать либо с психологии поработать либо там вот этого самозванца отработать я между там через разные техники и тогда ты уже как бы такой сидишь и выходишь и кайфуешь от того не ходишь а не стрессуешь если даже стрессуешь кайфуешь того что стрессуешь время такой благостный стресс вот поэтому ребят все под контролем я говорю что иногда я даю прям микрофон как это насильно выборочно вот но и в этом есть в этом есть кайф то есть за это потом ребята и благодарят что три года назад ты там давал микрофон я от него короче прятался но тем не менее сейчас когда подходишь я могу легко рассказать о себе своих этих на самом деле да тоже по себе замечаешь что то как ты думаешь как она будет и как она потом случается на самом деле вообще на ожидание разные вещи да то есть когда что-то начинается какой-то движ у тебя трансовое состояние включается и тут уже как-то на инстинктах все само происходит потом на себя смотришь со стороны типа это чё я что-ли был при том что сидел мандражировал до самого процесса как бы нормально выглядел да на самом деле ну да чаще всего нормально выглядишь абсолютно адекватно это наша придуманная история конечно ожидание нам вот это берешь придумываешь типа как я там смотрят а там и так далее когда ты это освобождаешься типа там ну смотрят и смотрят ну да там ошибся там быстренько пошутил датчик не то сказал пошутил но это нужно как бы одно дело это говорить теоретизировать типа не бойся выходи то там все легко главный первый шаг шаги руку подними такой все таки да 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 поднедельник саня сидит на последнем ряду и роман не подходи ко мне я такой иду к тебе если я буду вот так делать значит все так и есть ребята ко мне конкретно подходили перед началом встречи и и прямо говорили роман конечно нам надо это проходить тоже дожми ну это сильный зажим а там у проницена там энергии там реактор если он высвобождается есть куда его потратить дальше под быть одновременно там в куче проектов 28 проектах и при этом сохранить семью у тебя же у тебя как семейные отношения в семейной сфере у тебя ты также над ними работаешь также в них растешь да или как или они как-то ну на втором плане какой приоритет вообще вот я понимаю что для меня например семейные отношения вот эта история почему-то всегда на втором не всегда так бы у меня в базе почему-то так я с этим ничего не делаю осознанно пока ну нет зачем как будто зачем это на первое ставим а ты что-то подразумеваешь под семейным отношениям то что это семья мама папа бабушка дедушка нет семья жена дети жена ну давай ну потому что семья это широкое понятие и к ну вторые и третьи планы для мужчин я считаю это вообще нормально ну то есть не то чтобы нормально для каждого свое нормально но вот у меня такая же то есть семья она в приоритете фоном идет то есть я условно ценность мне многое что делаю для семьи возможно все что я делаю делаю для семьи для жены для ребенка для родителей то есть но по факту потому что если там я посмотришь куда это все делается для чего это подарил квартиру сестре купил жене машину сына туда вывезли сюда вывезли короче и так далее то есть много моментов вот то что ты спрашивал там козы тратишь короче вот хороший вопрос и основное куда я трачу на конечно в семью все в семью но это большая часть расходов это всеми это единство сейчас последнее время это начал на себя потому что когда я купил себе там шапку за 2000 это себе это моя шапка короче как бы не смешно оказалось да то есть но там зарабатывая все равно почему-то я от многих это слышал тяжело на себя тратить почему-то это наша история чисто российская она не у всех она но у многих есть на я тоже с ребятами общаюсь там себе последнюю очередь с первым сотрудником бизнеса всем курс танков купить в последнюю очередь это нормально и каждый там откуда-то это все это берет естественно это естественная история идет воспитание контекст и так далее то есть это ничего такого нет просто вопрос сейчас видишь ты задал про приоритеты и раньше например меня это тоже волновало знаешь чтобы типа такой вот живешь короче социал навязанное мнение короче смысле вот ну-ка поставь там семья бизнес деньги карьера правильно чесно да там просто смотри у тебя например семья на четвертый на пятом ребята пожалуйста короче то камнями не бросайте там ну да ну вот так вот у меня такие вопросы чувство вины тоже вызывают чувство вины это все это я уже убрал короче есть приоритеты ну во-первых в определенный момент опять это спирать я говорю в определенный момент времени ну например там вот этот я помню сколько там было 2009 год с женой поженились это была приоритетность жены семьи там работа в найме все остальное это ну короче много всего там романтики в эту историю там сим туда вкачивал потом пошел на момент реализации предпринимательства проекты сейчас идет время реализации максимальная ну там я реализовываюсь поэтому естественно я ухожу 8 прихожу в 9 10 и бывает выходные сын и меня не неделями не видит два-три раза в неделю сын не видит ну для меня это нормально мы с ним зато проводим так это время и за это я себя там не корю не виню я так живу короче и ну то есть реализовываюсь и при этом все что я там делаю все проекты деньги реализованности все естественно остается в семье потому что ценность семья туда идет но приоритетность ну как бы я не расставляю но если там надо вот типа расставь приоритетность 1 2 3 4 но там семья тоже может быть на втором третьем месте я имею ввиду если по время в нем уделяю уделять внимание а при оприоритетности то есть условно типа вот если все отбросить на комнате ну все были для семьи все для семьи для того чтобы оставить там и тогда большой класс конечно друзей дружба занимает дружба отношения и дальше самореализация самореализация для мужчин это я думаю для женщин очень важно вот мы недавно тему поднимали как раз про отношения ты говоришь типа как-то вкладываешь в отношения не или не вкладываешь я вкладываю по той мере насколько возможно как правило у нас когда происходит натяжение или напряжение туда больше движения вот но с отношениями конечно постоянно работаем вопросы разговоры куда дальше и жена в стоит и развивается постоянно короче своем ритме свое своей скорости вот абсолютно своем видении но тем не менее то есть развитие у нее точно идет и так ну кайф поэтому вот если вопрос ты как-то успевал но я помню даже сама признается что когда было много клуба много было проектов много встреч короче она там ну а-ля ревновала короче была недовольна что с утра ушел вечером пришел короче его там выходные как-то вырвались побыли вместе вот то сейчас ну вот с годами с мудростью она это понимает но и она же видит факты что происходит потому что если бы ничего еще и не было то есть меня бы и дома не было и ничего бы у нас не было тогда странная история возник бы вопрос зачем все это вопрос в отношениях считая что у нас там вот как раз максимальное понимание всех процессов вот если меня но долго дома нет ну я там прихожу усталый короче там или да теперь желание испытываю она все это видит круче и максимально поддерживать вопрос количество этих проектов там что как одновременно вопрос как одновременно вопрос был про то что вот у тебя очень много проектов очень большая занятость и есть еще семья ты на этот вопрос ответил у меня отсюда следующий вопрос родился вот вернее такой вывод что получается жена утка при при том когда много проектов у мужчины жена перестает его пилить когда вам показывает уже результаты да конкретные то есть пилинг на этом заканчиваться похоже там но для меня я так услышалось и и еще вопрос если какой-то твой вклад именно в жену в то что она начала там трансформируется или в базе было что она работает над собой развивается тоже как-то реализуется если в этом твой какой-то вклад когда пришла вот эта мудрость то есть это звучит вообще очень круто и на я по-доброму нет виды хорошо подсветил короче я просто недавно с другом тоже на эту тему дискутировал этот момент но я считаю что это как бы важный тоже проговаривал многие на информация которая от меня идет она не воспринималась я понимаю потому что например если что-то я говорю например сходи на тот тренинг или сходи на тот мастер-класс или сходи почитай только книгу короче для нее например воспринималось это раньше как ну то есть мне чего-то не хватает я короче с претензией как бы и критика вот что-нибудь там подучись и поэтому слава богу мне тоже мудрости хватает и я ребятам всем и рекомендую советую ну то есть кто обращается типа чё как как бы ты поступил я поступаю так своими руками не надо не надо никуда заставлять отправлять тем более проплачивать тренинги мастер-классы все вот это обучение проплачивать это через них коня корм то есть вот сколько я там не пробовал это вообще то есть вот все что я проплачивал это все как бы там вот так и заканчивалось вроде как тогда средненько там и так далее то есть это должно быть с другой стороны любой мой там условно друг или знакомый но авторитетный человек то же самое что я говорю вот я например говорю и вот там не воспринимается окей короче говоришь ты ну экспертным отказом короче вот подкасты пишут так я вот надо подкасты типа ну да да и ты говоришь встречаешься представляете там подкасты это будущее все ама блин срочно надо подкаст описывать такие же я говорил год назад опять начинаешь опять ты критикуешь вот ничего ты не говорил и так далее короче вот сейчас действуем так то есть я понимаю что если информацию нужно донести напрямую не надо доносить близких людей не слышно дискутировать общаться обратно связь это все как бы классно но если что-то ты хочешь там донести какое-то ну и кучу момента но она бывает иногда обижается почему-то не зовешь не зовешь мне туда не сюда я говорю ну то есть как бы я открытый спросишь типа куда ты пойдешь завтра там обучаться на этой неделе в этом месте скажу туда 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 если она говорит типа я тоже хочу туда ну иди ну типа условно окей ну вопрос по по деньгам это второй вопрос ключевый момент не я за нее плачу то есть я ей даю день она дальше заплатить а может заплатить карта принципе я и подозвеченками посереду окей в принципе ладно я заплачу этот момент это очень важный момент поэтому и вот в клубе даже у нас есть уже не знаю случаев 12 когда женщина не пишут я хочу подарить карту в клуб я бы зачем ну типа вот хочу чтобы он там рос развивался он-то хочет какая разница короче я хочу не так не пойдет это но не понятно то есть как будто я понимаю что там вот к сюрприз все дела но давайте короче то есть ну мы поговорим я поговорю с мужем и если он хочет все есть свое желание то не вопрос дали за момент то что это ничем хорошим заканчивается он приходит потом вот мне подарили короче типа надо отходить никакого него но она сама запросы как то же самое и с девчонками а вклад на мой именно такой супер хана видит за моим движением вот сейчас хороший пример из последнего мы уже сколько 6 лет ездить путешествовать мужской компании каждые два-три месяца ну куда-то ездим а вот и естественно на этом фоне и возникает если раньше это компенсировал то есть мы с ребятами ездим потом мы например семьей куда-то выезжаем я приезжаю там через неделю мы еще куда-то выезжаем отдыхать то сейчас вообще баланс вырылся то есть мы с ребятами а нас девчонки с подружками и вот последний там разрыв был этих что не в дагестан поехали и метров человек на шесть сказали смысле ты жену отпустил дагестан украдут в дагестан деприкан там и все короче там до этого они в турцию ездили до этого не в дубай ездили вопрос какой то есть и вот когда она приезжает они там ну вот мы на своей волне потому что я вот как-то ездил с ними вот их там немного было девчонок и потерялся постоянно я переодевался чемодан каждый тряс секунд они переодеваются короче вот и меня так вот я думаю а им ты такой кайф да они переоделись там цель в этом попрекалывались на своем что поржали через полчаса они уже пошли переодеваться история следующее платье 8 платьев день целый чемодан с собой тащить в это прикольно у нас другая история мы поехали на север норильск за норильском 8 часов на этой подушке мокрая под дождем комаров туча не видно ночуешь на камнях вот наш прикол зачем ей вот этот прикол с комарами 10 дней на костре приготовил там тушенку съел вот и вот дубай и там турция все эти приколюхи но я тебе важный момент какой когда то есть что я возвращаю что она возвращается то есть его там уровень на полность наполненности вдохновленности этого близости он там в разы больше и этот момент я как раз хочу продолжить эту мысль при вот в этом контексте и важно чтобы женщина была реализована то есть неважно чем она будет заниматься то есть не я не призываю там идти всем бизнес делать там качать там не знаю волгерс не важно важный момент чтобы она была реализована как мать как эксперт как мастер если она там что-то делает там может быть там волосы ногти там еще что-то такое и как предприниматель или как и вес там творческий человек то есть вот причем момент не важно главное чтобы это была реализация чтобы она сама чувствовала себя реализованы в чем вот это очень это важно ну вот за последние наблюдения которые я там вижу вроде бы типа что тебе еще надо ну то есть он посадил ее дома все там машины квартиры этих обслуживающий персонал короче там все ходят моют убирают пылесосит гладен варят короче там все ты да дал короче например и что-то не хватает типа ну что тебе еще не хватает а если как раз не хватает что вот это все забери отдай только реализацию вот она будет вставать утром гладить его кофе варить и там короче главное это это реализация потому что но ты за последний момент внутри три года много общаюсь с ребятами и вижу этот момент и прям вот кто спрашивает я прямо делюсь ребята не садите то есть дайте возможно если такой возможности нет создать эту возможность дайте там какой-то выход вот не знаю элементарно то есть вот она сидит сидит и раз поехала там глоток воздуха на неделю с девчонками приехала довольная вообще все дети там ну внимание туда потом раз сходила там на какой-то мастер-класс на обучение сама там или с девчонками вместе то есть ну вот короче и движение когда есть это очень важно наши дорогие подписчики можете скидывать своим женам случайно этот подкаст через кого-нибудь там прилетел там может она посмотрит и для себя сделает и ваша жизнь кажется это эти прикольные моменты раз уже сюда обратились вот есть мужской клуб там только мы девчонки обижаются то блин почему ну доступа нет короче у нас можно в клубе выступить либо спикером либо да 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 либо устроиться к нам в команду в команде вот а вот этот продукт который в чем сути он для всех как раз то предложение которое можно там коснуться кому угодно девчонки и парни предприниматели в найме то есть тут вообще критериев нет для меня вот там по что критерий будет по цене но это уже все нюансы ты говорил про вот про этот проект в чем суть ты говорил что ты вам можешь найти причину а дальше что с этой причиной делать это тоже с этим работаешь или ты как направление даешь ну то есть рассказываешь ну причину нашли а дальше что дальше ты эту причину видишь и дальше разворачивается ветка но то событие мероприятие которые ты естественно сам и выбираешь что делать там история простая когда ты это видишь что ты не знал короче не видел а теперь ты это видишь на раз ты это видишь понимаешь а то с этим ты можешь взаимодействовать ключевая история вот мы сегодня готовился то есть вот и там ну нет универсальных этих ну условно универсальные есть вот выявить главную причину потом в любом случае будет выбор то есть нужно будет сделать выбор как даже ну оставить например то это вот есть не чувством делать либо это поменять после выборов в любом случае нужно будет принимать решение брать ответственность на себя за то что ты будешь делать дальше ну и ключевое конечно действие это условный набор вот таких четырех там шагов но факт конкретики там вот она только твоя будет вот конкретно в твоем случае когда выявится какая-то твоя причина ты это увидишь и дальше сам же будешь решать о я все увидел спасибо короче теперь я из этого сделаю свой ресурс короче и из этого буду черпать силу о спасибо блина я это хочу убрать как убрать все принимаю решение то убрать это трансформировать счет с этим сделать и дальше своя история своя и свой вектор что с этими как будет делать и там ну очень большой спектр действий от медитации практик дыхательных там и так далее ну любом случае все будет скатываться к решению и к действию потому что одна история ну она может и закончить на том что ты это увидел и говоришь достаточно да я с этим поживу потом с этим живешь ты это потом везде видишь замечаешь если ну то есть там два варианта два и несколько вариантов короче либо из этого ты делаешь силу ресурс энергию короче вот либо ты понимаешь для тебя ограничивает мешает надо его трансформировать убрать или там ну трансформировать словно короче из одного состояния в другое я не говорю что уничтожить стереть это не про это потому что это это та конструкция которая с тобой она твоя первых ну да выжигать я не сторонник то есть ее вот ну нужно использовать пока она там работает и в нужный момент когда тебе то нужно трансформировать его что-то другое через разные технику трансформировать либо убирать либо там продолжать на этом ехать вопрос как можно задавать или нет или такие вопросы не отвечаешь ну то есть ты нашел ну то есть человек нашел он такой дальше видит ветки событий вот этих решает какие хочет чтобы происходили события да и принимает решение берет ответственность и пошел делать вот действие возможно в этот в этот момент нужна будет какая-то ну поддержка потому что раз уж это все произошло вот эта сессия и запрос этот появился то там видимо какой-то случится но не простой я не понимаю вообще вот так все решается почему то есть вопрос когда добрался ключевой момент это в тебе то есть вот если ты принимаешь решение вот так по щелчку это и и и происходит типа как убрать вот так но вопрос всегда стоит ну хуй захочешь ли ты сможешь ли ты убрать достаточно у тебя будет сил и энергии решимости это убрать или такой в принципе я хочу убрать но не так не так чтобы сильно короче вот и не на самом деле романа хочу убрать а лучше убери да вот эти вопросы короче вот это убери но где там ответственность где там решение нет конечно этого ты столкнулся с выбором короче тебе убрать или не убрать а можешь сам решить вот как уберешь так и будет короче ну я такой опачки ну и в чем конечно не на дальше не идем вот поживи в этом короче вся эта история теперь еще раз это все с человеком это самое сложное самое неприятное потому что приятней как там у нас в этом матрице зелено-красный выпиваешь приходишь тебе говорят первое второе третье ты все берешь и действуешь это вот самое простое а когда ты приходишь игре это нету ни первого второго какой есть какой решишь а как я решу я не умею решать придумывать короче то есть это навык это сложно но это интересно то есть я вижу в этом прямо ну там силу трансформации когда человек вот сам говорит для меня красная точно точно всего на красное там есть еще проверочные вопросы ты как можешь я потому что не даю потому что он не красный ну все бери круче я вопрос дальше поддержать если или что дальше за этим стоять интересно что дальше происходит дальше все стоп ты встал и ушел а он остался с этими таблетками или дальше он может дальше может быть какая-то техподдержка звонки там чуть какой-то чат появляется где что-то вопрос этого этого достаточно было вот всегда то есть когда мы находим корень этого достаточно и дальше процесса запускаются там дальше просто вопрос мне интересно уже на сань короче ну ты начал делать если ты начал то там тебе прет это все получается начал если не начал значит пока находишься в состоянии еще вот проживание насыщению ты чё-то чё-то в каком-то своем положении а как вообще вот проходит это сессия то есть получается это пришли встретились поговорили какое-то несколько несколько часов какой-то разговор длинный да или два-три часа это это совсем знаешь вот я беру там прям поговорить наговориться как правило фокусировано то есть я вот как-то ехал и знаешь такой прикол кручу я такой думаю а могу я вот так вот и это вот за вот так за раз короче и понятие в чем суть ну человеку приходит ну такой запрос короче думал ну наверное думаю наверное нет надо по-любому там три слушать внимательно но весь прикол что я встречаю с парнем и он только начинает говорить я так на этого сижу что-то как бы так что-то так вот как-то щелкаю короче очень нагрешен говорить этот бах и понимаю что круче я уже все понял круче то что он говорит я ему то возвращаю быстро прочь пока вот по горячим следам и он такой меня смотрит да ладно я но это же вроде очевидно нет изнутри не это был самый такой быстрый решение но как правило я вот это и не замеряю но просто это обычная встреча в комфортной обстановке на условно два-три часа пообщаться по разному там очень зависит еще от уровня сопротивления потому что бывает на лайте на на легке готов человек он быстро короче выдает событийные событийный потопы ты складываешь из этого что-то интересно а кто-то нормально и короче не мимика не фактов ничего не подсадить настраиваешься доступа нет нам ну вот и вот там тяжелее всего этого истории пробивать но на форуме которого 10 провожу кроме получается через неделю демо форум или запускаю наши форумы ну там тоже по-разному сложные ситуации до трех до двух планет часов прям вот когда сильно все закручено за завуалирована там блин очень сложно поймать человек очень там специалиста ухода от всяких айкидо да два два с половиной часа по-моему самое сложное было ну я вижу эта история то это все вопрос человека то есть нет такого приходишь магия такой сидишь там и тут тебе какой-то вопрос ключевой момент ты готов найти вот вопрос тебе тревожит его найдешь фокусировано под вниманием которые там тебе даю и подсвечиваю вектор и ты это видишь игришь вот ну и конечно есть проверочные опросы и про это состояние когда действительно понимаешь если не понимаешь идем дальше пока пока не щелкнет а ты проходил на это какое-то специальное обучение или это просто какой-то концентратовые опыта это концентратом ну то есть я говорю что я много обучаюсь среднем раз в два-три месяца чем-нибудь я прохожу сейчас последнее время последние три года очень активно и через ощущение через тело вот я не люблю книжки читать ручья все через вот пришел к мастеру практику тренеру короче и вот он чудал теорию быстро погрузился практику отработал и сейчас это просто большая насмотренность вот театрических знаний как это куда-то чего-то я не набираю это больше там практика насмотренность и даже несколько людей уже как-то сесть на посчитать но в целом в день 3-4 человека то есть которых я касаюсь если это малая группа 10 человек если форум там двенадцать человек в за и при взаимодействии там с друзьями как-то где-то 2-3 человека вот происходит и сколько этим занимаюсь уже наверное вместе в месяц год последний точно этим уже активной фазе нахожусь короче и сколько людей год последний каждый день 3-4 ну условно то есть конечно там на выходных например я там отсыпаюсь там где-то там малая группа больше где-то меньше где-то там но это же не 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 люди это запросы сегодня бах вот такая история там например что-нибудь мы с тобой разобрали такой опачки все понял блин а через неделю мы с тобой пересекаемся ты там что-то в другом состоянии это же не в чем суть твоего предназначения верхняя суть ты такой нашел круче все я понял зачем я в этой жизни а там мы история же каждого конкретной ситуации то что же то сейчас что чтобы про то что важно сейчас будет прямо сейчас сейчас меня волнует короче как сделать там не знаю 300 подкастов за месяц например и там в теле точно отклик есть жар колори до волосы там не подчеркивает такое там делать и ну очень сложно обмануть когда ты пульс идет это бух и там четкое понимание и четкая картинка там я начал придумывать там образные там конкретно образ тын-тын-тын даже откуда он взялся короче откуда ты историю ну ты же откуда она взялась она же тебе никто ее не посадил ты ее где-то увидел в каком-то возрасте бах да ее приставил ну и дальше есть еще прям техники как это прорабатывать есть медитативные техники есть через йогу через дыхание берешь этот образ эти техники ты даешь или их там клиент ищет сам я ну делюсь делюсь я вижу что круче можно вот так можно ну то в зависимости от ситуации от зажима где-то я говорю просто можно действовать ну то есть конкретное задание начинаешь действовать как только отлавливаешь себя в этом моменте начинаешь действовать принимать решение неважно какое принимай решение принимай решение следующий шаг короткий маленький шаг вот на своем примере тоже там любители откладывать сидим с женой в пятницу возле костра время четыре утра я бы поехали ну типа поехали на выходные в казань там в принципе да можно короче я мысли про это проскажут и короче ладно утром будет как говорится там решим видно да я такой думаю по-любому типа чего за история то есть и мысль пришла быстро решение все открыл билеты купил короче посадочные взял короче завтра в час в 2 часа вылетаем время четыре утра утром проснулись я думаю утром бы я точно думал на фигу мне это да 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 а так как уже все куплено процесс запущен подорвались приехали короче сама чемодан собрали улетели прилетели выходные прошли я такой вот это я разогнался ну то есть вот слетать другой город на сутки оказывается вот вопрос принятия решения и все и полетел интересно интересную вещь кстати сейчас прозвучало на себе тоже замечал и много где читал что какие-то стратегические решения нужно принимать вечером потому что мозг как-то больше на перспективу работает а вот тупо тактические то есть что грубо говоря сегодня планы на день это с утра и действительно так под вечер обычно перед сном такие прям глобальные крутые идеи появляются думаешь вот прям сделаю такой мотивированный ложишься спать я бывал в такой ситуации да потом с утра такой так ну да ну вот еще сперва операциона очка там просто важно фиксироваться то есть фиксации вот да да говорили с тобой про секретные эти успехи предпринимателя то есть я вот сейчас понимаю что успешные ну то есть мы не берем талантливых там уникальных людей а просто вот большинство предпринимателей вот кто принимает быстро решение действует тот волнувана успешнее он эффективный у него может быть и много ошибок но у него и много попыток и вот эта история то есть да у кого-то например одно действие и на точно это второе например там небольшой промах короче да но эти два действия в год например а у кого-то их триста десяти короче 100 промахов а 200 по вот и я сейчас понимаю что до этого момента сейчас я тоже себе отлавливают тренирует если короче такой хочу подумать думаю зачем но сейчас это можешь решить могу вопрос закрыл короче пошел дальше но почему потому что это конечно тоже опытным путем или потому что когда был один бизнес одни задачи все понятно можно было в них короче там своими днями находиться когда 16 проектов два больших и клуб и баскет и каждый требует внимания и каждый и планерки согласования и встречи все это да если я понимаю что какую задачу я отложил плату и завтра решим то завтра задач меньше не станет это плюс еще одна задача да а если постоянно какие-то вот эти моменты перекладывать то просто ком кручит и катится катится короче конца не крайне видно а когда там принял 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 вопрос закрыл время высвободил поехал к семье вот видишь опять возникает сразу история поехал к семье к сыну круче к жене поиграли сходили в кино или там сидеть или отдохнуть благодарю ром тебя за то что пришел на этот подкаст было очень интересно у меня всегда на самом мне очень нравится подкасты записывать еще потому что я сам много чего узнаю и какие-то на вещи у меня меняются взгляды после подкастов вот привычные какие-то заблуждение представления о чем-то там например об инвестициях в этот раз о семье вот мне понравилась вообще вот эта тема мне знаешь от сердца отлегло когда сказал да это нормально потому что я думал что со мной что-то не так и получал такую обратную связь периодически но теперь я как бы такой блин слава богу не всем я там не нормально кто-то скажет я принят да есть есть кроме меня люди тоже с такими взглядами это классно мне тоже было очень комфортно я кайфа ну прям очень интересно благодарю тебе еще раз подписчики подписывайтесь как обычно почему все до сих пор еще не все поставили лайки и подписались наш ютуб канал на наши соцсети на соцсети романа я не пони не понял до сих пор что это смотрим прям сейчас об нажали да все теперь хорошего дня спокойной ночи все молодцы